Приветствую вас, мне кажется, вы задавали уже вопрос похожего плана, вот, мне кажется, что я уже отвечал вам на такой вопрос, вот, я в этом не уверен, конечно, потому что вопросов много, но ваш сюжет мне знаком, ваша история мне знакома. Смотрите, вы сначала определитесь с тем, для чего вам налаживать отношения с его родителями, особенно, если вы собираетесь переезжать в город, в другой город. Вот, потому что совершенно очевидно, да, что если вы будете в другом городе, то общаться с родителями нужно будет уже, ну, грубо говоря, не так сильно, как раньше, то есть это будет не так актуально, как раньше, вот. И мне, если честно, вот, как раз, здесь не очень понятно, зачем налаживать отношения с людьми, которые к вам не очень тепло относятся. То есть, да, да, вы можете это делать, конечно, но зачем и для чего это, в принципе, в принципе, большой вопрос. Так же вы спрашиваете, стоит ли это делать. И на мой взгляд, на мой взгляд, этим вы показываете в твою неуверенность в себе. Средственно, тем, что вы задаете подобный вопрос, потому что я не думаю, я не думаю, что на этом может вам ответить кто-то, кроме вас, самый, то есть, вы сами решаете, что вы хотите, вы сами решаете, хотите вы общаться с людьми или нет. Потому что, в конце концов, взаимодействуете вы только с своим молодым человеком, и именно с ним вам, в общем-то, устраивать отношения. Только с ним, ни с кем больше. Поэтому здесь, что бы вам решать. Вот. Вместе с тем, очень важно, на мой взгляд, понимать, что молодой человек, не имея возможности защитить, к примеру, себя от родителей, скорее всего, эту свою неуверенность будет демонстрировать ее в дальнейшем. То есть, молодой человек в дальнейшем будет вести себя таким образом, что вы не будете чувствовать себя до конца защищенным. Всего того, что он не совсем в себе уверен. Всего того, что он не совсем способен себя защитить. Вот. Вместе с тем, вы говорите, что у вас есть определенная установка, которая вбила вам вашу ману, ну вот, в голову. И мне кажется, что в этом вам тоже необходимо разобраться. Что это за установки, почему они на вас влияют, насколько вы вообще наше свободное в своем решении. Вот. Что касается родителей молодого человека, здесь вы правы, в том смысле, что родители действительно не знают личных границ. Ну и молодого человека, очень возможно, тоже этих самых личных границ может не знать. Вот, потому что некому было ему его научить. Поэтому, учтите, пожалуйста, данный аспект, очень важно. Ибо, в будущем все это может олгнуться вам. То есть я думаю, что вот как раз поработать с тем, с чего вы хотите лично вывести, что важно лично для вас, это первое на что вам стоит обратить внимание. И первое, куда стоит двигаться вам. Вот. А в дальнейшем, мне будет понятно, что делать дальше с другим человеком. Тут мы там проанализируем, насколько вы друг другу подходите. Вот. А подходите ли вы вообще друг другу. И так далее. То есть это все корректируется более чем, ну при, при желании, конечно, при желании. Вот. Значит это вот то, что касается вашей ситуации. И с уверенностью в себе, конечно, тоже можно и нужно поработать, потому что то, как вы вот спрашиваете, да, ага. Стоит ли? В общем-то вам решать. Вот. Стоит ли? Потому что, если не вам, да, то кому еще, кому еще. А чтобы решить стоит или нет, ну не прислушайте к себе. И вероятно, вероятно, ну может быть перестать бояться молодого человека потерять. Если вы боитесь этого. Мне вот кажется, кажется, что боитесь. Ну мне так, мне так кажется. Что боитесь потерять молодого человека. Вот. Так или иначе. Вот в принципе, в принципе, то, что я могу вам сказать сейчас. Опираясь, опять же, на то, что вы написали в своем рассказе. Небольшим. Вот. На этом все. В принципе, я думаю, что на этом можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно. Да, детка родительские отношения. Точно, очень важно проработать. Потому что, как вы говорите, что мама сбила вам в голову, какие-то убеждения. Вполне вероятно, что убеждения есть еще какие-то. которые тоже вам, мама сбила голову и которые вас как-то вот ограничивают в действиях своих. Вот. Так что, отлетитесь, пожалуйста, серьезно. Ко всем этим вещам. Что касается выстраивания отношений с родителями, то здесь сказка следующее. Что людей вы не измените. Такой, какой они хотят вас видеть, вы их взять. Тоже не сможете в силу того, что вы другой человек. Поэтому вам нужно четко обозначить свои личные границы. И в пределах этих личных границ с людьми общаться ровно настолько, ровно столько, ровно так, как вам хочется. Чтобы это было вот без какого-то серьезного вреда. Ну, какого-то серьезного вреда для вас опять вот. Чтобы вы себя не ущемляли. Чтобы вы не управляли себя никак. Чтобы вы не чувствовали, что ситуация там как-то вот выходит из-под контроля. Вот. Это очень важно. Да. То есть личные границы, это как раз вот та история, на которую вам нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что это важно. Без этого, без этого, ситуация просто будет постоянно тревожит вас. Как-то вот, ну, выходить из-под контроля. И просто вам будет тяжело. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.